итак приветствую друзья всем огромный привет мы сегодня знаете что с вами мы с утра прокатимся по ночному городу и посмотрим как же все-таки пишет у нас iphone в паре с диджеем iphone у нас соответственно я поставил у нас hd качество 30 какой до 30 кадров в секунду то уж по идее ночью чем меньше кадров тем соответственно качество будет лучшим посмотрим что же нас лучше пишет samsung или же у нас лучше пишет тот самый тот самый не за это тот самый iphone мы сейчас с вами берем людей и поедем да конечно на границе абхазии пробуй переведи сразу добро пожаловать не забудьте пристегнуть ремень безопасности застегните что будет не обещать а у вас на тайп си не будет зарядки тайп си блин нет айфоновская только сколько нужно перевести сейчас секундочку 1572 по номеру телефон можно 9 9 9 6 5 6 6 3 3 3 да нет я верю через чешу гуляли здесь нормально как он клубе идти в колос даже сорвал не как он называется либо небо небо первые клубе первых клубе тоже там в адгаре мандарин же есть вот именно что в адгаре мандарин есть я впервые теперь у нас вопрос нужно было ввести платформу которая находится на берегу моря в море который находится на светлане нет здесь на платформу на кит кит туда нужен был там поинтереснее повеселее нет там один клуб но находится в море в платформе в море находится а подходишь девушка знакомишься если не хочется знакомиться сразу в море выкидываешь и все там поэтому там все нормально так вот это вот на светлане у нас здесь а то здесь блять никуда не выкидываешь а я думал а здесь я думаю здесь закрыли этому здесь в кокосе были ничего не барь много народу ну но немало но лучше не тот же там не можно никого ли что там не были какие-то из-за противные это вот когда остров был там месяц назад когда тепло было в острове было поинтереснее повеселее было в острове здесь конечно сейчас не знаю к одной подошел она говорит вот у меня говорит там парень сидит подойди поздоровайся я такой думаю блять ебануто что ты ко второй подошел вторая меня отталкивать начал видимо побоялись третья блять короче это хоть кому подошел ну всем как-то отказали слушай ну это даже по теории не могут тебе отказать там надо вот новый как бы из десяти хотя бы одна согласиться надо просто побольше из хотим а уже боялись только все подходит но это кризис просто сейчас что мне делать если они не надо подходить с цветами значит стихи на не надо все тихо смеет мирно все нормально без конфликтов там без ничего да не но вы то понятно другие там тоже разные бывают алкоголь же там это решает ну и хорошо что нормально все немножко приложение отключу а то там потом будет говорить что это не с такой скоростью ехал я хочу мандарин то не пошли мандарин спрошь там четыре клуба сразу надо было не может вы даже могли пешком дойти до границы просто взять там или там эти самокаты да и доехать там у меня то шансы все были у них нет что нет 10 человек подошел мандарине хоть 20 подошел бы хоть одна пострелила нам на входе говорят здесь такие московские где здесь не бар московские движения наркоманы я узнаю что вывозил московские что-то предложил понюхать можно пошли сто лет я тебе дал подмышку понюхать мало ли что короче я бью нам наверно вот это бил а потому что нету в небу вора битву ты знаешь что у него а вору так с туалетом рядом стою когда ухода вора меня вот так девушка зовет а помнишь вон там а че ты не зашел нахуй надо что ты их там трое их там трое было это те если девушки сами подходят могут подставить у меня есть брат у него есть друг не на месте работает вот они пошли в ночной клуб атлас и и соответственно вот потом его рассказывает другом ягод веду говорит тут ко мне подходит девушка такая красивая все и сама с собой знакомится я говорю нифига себе думаю я мачо думаю вот это да у него там пузо там ну-ка все как положено как стандартный набор там не знаю он говорит нифига себе короче общается все тут короче собрались ехать 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 ну и могут все поехали так ягод люблю подарочки тебе ну давай ягод тебе шоколадку куплю шоколадка мне подарочек в пределах тридцати тысяч так говорит ну как так ты же это ну типа ну у нас там любовь влюбленность иди в жопу говорит какая любовь ты на себя зеркало посмотри ягод здесь работаю короче у тебя 30 тысяч рублей и пойдем в это и все а он ягод уже подумал она сама к ней пристает все а в итоге просто проститутка просто там ну просто вот так вот до экскортницы так называемое конечно при его и бы еще зимой в снег приехали так надо было вот месяц назад там у нас клуб флава который тимати открыл остров клуб там но все там поинтереснее было движение в острове бывает весело вот я обычно людей к возложу с острова они все довольны там будет прям классно там атмосфера мужской женские ну народу много было или мало для этого заведения нормально надо было в атлас пойти тоже посмотреть мы что знаем какие клубы здесь и сами в обходе находимся тогда мандарин я же говорю да мандарин самый самый простой а что вы не были мандарины ни разу там короче смотрите там короче одно помещение и пять клубов пять и один из них стриптиз клуб пять клубов и все они находятся можно и они везде вход бесплатный ты в один клуб идешь другой третий понравился да вот так вот берешь и в одном помещении все это в одном помещении следующий раз мандарины езжайте как поймете пять клубов находится и у каждого клуба расстояние 50 метров вот между каждым клубом понимаете а второй этаж первый этаж и везде вход бесплатный все нормально все хорошо придется ехать на озеро лица да я бы сейчас на озеро лица самое для обходи самое сушное место на самом деле куда надо ехать где-то на ватха просто в горы куда-нибудь повыше не я на озеро лица конечно приехал взял удочку думаю сейчас порыбачу охранники подорвались я говорю ты же сам не сказал что можно будет порыбачить а он говорит можно порыбачить если ты у меня в прокат возьмешь удочку за 8000 понял а со своей удочкой нельзя я говорю ты красавчик молодец говорю ну че бывает ну и вертусом чисто красиво да там там купаться нельзя и пришли искупаться вообще нельзя как удочку эти угла и жучку мне нравится в абхазии знаете где-нибудь пляж мока там народу мало ты приехал ну я приезжал когда вот буквально там как все это начале сентября народу почти нет там взял как кальян в 10 утра дают в 10 утра кальян можешь взять в сочи там 2 часа начинается там взял там спокойно приехал взял там движак что нам там стоит там 200 рублей где-то кальян принесли и все остальное вот я понимаю нормальная тема это женщина я не знаю ну ничего страшного пусть сейчас все равно я думаю объедем я был на цикле я удивился что абхазы например в отличие от наших соотечественников но как бы едешь и они тебе хоп рукой показ ну типа давай обгоняет вам но чтобы короче это абхазских номерах а получается наши которые 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 а наш турист они пропускали а это все мужики там пропускали на нацикле ну там видит что ну как бы хоп показывает рукой давай проезжай проезжай там ну и все ну вот все равно понравилось гаишки что с фантазеру ну ничего страшного они везде фантазера короче лет у меня лет камера где там стоит далеко 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 ты там через сплошную линию проехал на мотоцикле это будьте серьезно спали да да я покажи ой да сейчас будем два часа стоять ждать когда мне там флешку принесут в сухом когда ехал ты коррегаешь фантазеры чё нужно 500 рублей я ну ладно 500 рублей так 500 рублей а то у меня там флешка стоит в камере да я вижу что врет в наглую не могут показать нас тоже так было в итоге мы говорим покажи так я не нарушал я ехал на мотоцикле хочу только как там через сплошную там я ехал да и ехал там тем более более-менее нормально широкая дорога там не все равно в абхазии прикольно там можно зарубиться с кем-нибудь там покататься там на мотоцикле там зарубился с одним на это на это на скайлайне скайлайне мы там с ним ехали там ну 200 ну вот так вот там пойти по дорогу базирматинецу сочи так ни с кем не зарубишься а там прикольно не на серьезном там сам такой показ давай ведь но не у меня этот triumph tiger 900 литр литр но такой этот тур тур эндуро но он все равно он валит он все равно валит жестко валят я там еще витровик маленький поставил специального все и там прям мне не не то там у них это же 220 но она разгоняется до сотни за три секунды 31 ну быстрее любого автомобиля правильно же и давай крик шифтер вам не надо сцепления там просто берешь на ногой щелкаешь не надо там сцепление отжимать и так далее но удобно быстро не но это спорт ухе но внешне спорта я только не но тесла некоторые виду все если да они до него это электрические быстрые сейчас много машин по и семьдесят два и пять на порше ехал 5 5 секунд но это все тоже считается быстро 5 секунд сейчас саму стартовым ехать будет понятен есть машины у которых старт медленный но разбил бы там очень-очень-очень вот потому что это porsche cayenne там не надо сравнивать 0-100 надо сравнивать 100-200 вот 100-200 он прям хорошо едет в России 100-200 он прям до 200 просто там незаметно раз уж сможешь 200-220 да именно цикл тоже там самый кайф это вот с 50 до 160 он прям поднимает быстро конечно какой такая cayenne нет cayenne был просто обычный а ни фигащи он просто ехал до перегидать все было чисто и он просто ехал до все поехали дальше хорошо без пробок ничего лучше пешком за границу приходить а да а чё вы даже не пили тогда в клубе а что-то не не чувствуется обычно девочки садятся к после клуба чатами садились там реально кученька их спиртом облили свое привезли даговит абхазскую чачи на стойку хочу там пильта да ладно что ты не скажешь что брейды не стояли мы когда ехали на рейд нарвались а там золотой гост есть он постоянно закрыт и в этот раз его учет открыли там видимо что-то случилось и серьезный пост короче там сам роберт гилл начальник в итоге пришла штраф заплатить поехали дальше поехали без права да а потом едем просто да мы перегрыли дорогу а у нас на машине только противотемантные и мы не увидели просто не было видно как шлакал со знаком направо потому что поверни там просто но мы остановимся резко направо так остановили свои же или наши нет нет ваша карта а ваших там по-моему нету 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 хотели же сделать такой заход а росгвардия хотела да 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 вот я говорю там но я уже так не видел наших не росгвардии никого это будет естественно сам и комендант сейчас наверное сделали мы в адлер конечно ночью ехать одно удовольствие а в абхазии я еду из этой границы только на мотоцикле что можно проехать нормально но это проб ездить не вносило я думаю сейчас в 6 утра я думаю народу не должно быть да? нет фуры обычно я ездил часто с соседом на фуре просто да и там пробы мы стояли 7 часов нормально это вот когда смены попадаешь серьезно которые деньги не берут они все проверяют абсолютно все а деньги ты в основном платишь туристы платишь в основном на то что быстро пропустить да конечно дорога абсолютно пустая он едет с правой стороны непонятно зачем он здесь едет я не могу понять запускают правила у вас правила же такие если скажу 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 в правилах запрещается занимать левую полосу левая полоса это только для маневра для опережения и тому подобное но я если даже еду например вот как мы сейчас едем 65 км в час я смотрю вдруг кто захочет обогнать и все и да я конечно уже уступлю и да я конечно уже уступлю кто-то мне сейчас пендерил блин единицу типа и комментарий не оставили наверное то что быстрая езда я говорю ага и вы быстрая езда я представляю человек едет в аэропорт и он хочет ходить пожалуйста прям медленно 20 км в час я хочу опоздать на самолет наверное так не представляете себе я помню ехал таксистом с границы моего вокзала 5 минут 10 мне надо наехать и просто он все что можно нарушил ради меня я буквально за 2 минуты до приезда поездок ехать там можно не нарушил и все равно приедешь быстро и все равно приедешь быстро у нас урожайно правильно же пешком у нас бывает неопытные туристы берут себя приедут их не пускают иногда вам обижаются я говорю вам точно всегда дуау дуау че мы не знаем что ли я говорю ну ладно хорошо ну наезжая потом смотрю там бегает возмущается поверните направо а как вам дрык а ты проснулся? нет я просто сейчас заснул сейчас переведете уже все спокойно а что там ехать не до Сухума уже? до 5 минут до 50 километров где-то ехать 70 километров постоянно да вот с этими дорогами у меня это еще в своей же машине нет на машу потные вонючие все кондиционера нет так у вас здесь какая-то калитка если не ошибаюсь да спасибо хорошего дня вам до свидания спасибо спасибо за просмотр да телефон не забывайте ребята пожалуйста убедитесь что вы не оставили в автомобиле свои вещи для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку ну нормально мы так да 22 минуты до границы так здесь у нас везде не получается развернуться что-то не наручь потому что машина ставит поэтому мы вот так вот а мы сейчас с вами нифига себе 5,9 километров мы едем с вами в Шиловку 10 минут ехать нифига себе может мы не поедем с вами а че мне такой заказ-то пришел с чего бы мне пришел такой заказ ладно ночью давайте прокатимся на Шиловке хоть заодно вам покажу даже а пока послушай музыку живи сердцем он удивлялся как быстро все меняет время через 700 метров поверните направо все реже так станет денег и потом пропадают на пару недель кому-то повезло с работой у кого-то фирма новая знакомая все вроде мирно старые друзья сидят кто-то сторчался даже школьная любовь из-за которой дрался теперь ее жизнь гламурные ночные клубы деньги, порошки, колеса, желтые зубы модный хахаль на бэхе точка на рынке в общем классический образ куклы-блондинки поверните направо обрежешь пальчики родила на свет ему прекрасного мальчика окрылила открыла второе дыхание ничего не осталось от старой компании все меняется хотя уже не ребенок старые проблемы уже как-то по боку вспоминает отца его щетину счастливые лица на старых фотоснимках первый глоток воздуха и яркий свет на младенца устремлен любящий взгляд пройдет еще немного лет и вот уже оторву ведут в детский сад начальные классы школьная форма драки в коридорах и красных в дневниках на спине ранец в пакете сменка потом после уроков два отличников продленка краша из кармана матери денег на сигареты водка в подъездах сладкий вкус запрета потом горка слез я больше так не буду отец был сурок но не позволил мне стать уродом потом первая любовь прогулки за руку скалерки пересел к ней за вторую барту драка за школой с ее поклонником слухи на улице теперь она с хулиганом благодаря усилиям отца и мудрым советом он понял многое и что значит быть человеком все силы на то чтоб доказать что не кану в лето сделаю все чего мне стоило мне это пока мы молоды мы спешим и грешим пытаемся прожить без души понимаешь это лишь становясь мужчиной главное осознать и исправить ошибки пока мы молоды мы спешим и грешим пытаемся прожить без души понимаешь это лишь становясь мужчиной главное осознать и исправить ошибки как раз тот возраст когда все непросто когда еще не мужчина но уже не подросток проблем все больше друзей все меньше меняются герои а события студежа Уже совсем взрослый, единственный кормилец Оставил улицы, когда ушел отец Пустота, ночью слезы, подушку на койке До сих пор помнит удары ремня за двойки Вспоминает детство, пока дамки на пленке Как холодные зимы дарили теплоту ребенку Потом школа, пивко, недостаток внимания Его нашел, казалось, но плохая компания Он помнит то, что всегда говорил отец Живи сердцем, сын, ты у меня молодец Береги мать, уважай сестер и братьев Я с вами до тех пор, пока здоровья хватит Пускай ты не богат, но не пустой внутри Если что-то упустил я, не прости Заказ отменен Обалденно, да? Я поэтому не люблю такие заказы брать Ты к нему уже почти доехал и заказ отменен Пошли бы они в жопу Это Адлер У Адлера у нас всегда заказы будут отменены Поэтому давайте лучше потихонечку будем двигаться в сторону Сочи Ну, это реально свиньи, да? Вот, как видят, что человек едет, да? Как бы, ну, с чего бы этот заказ был бы отменен? Ну, свиноты же, свиноты Ладно, время, в общем, 6.13 Мы уже выполнили первый заказ Довольно-таки неплохой выполнили Начало, как говорится, в Сочи было хорошее В Адлере начало было плохое Здесь ловить нечего Здесь, видите, у нас на встречке постоянно стоят машины Все, мы сейчас с вами поедем в сторону Сочи Пускай мы лучше по Рожнякам проедем Но зато, зато, как говорится Не будет таких вот отбоев Все, потому что здесь, вот в этой части Я не хочу никого обидеть, но это факт Постоянно здесь отбои, все Но вот видите, да, что проехал больше половины пути Ну, на секундочку, больше половины пути проехал И берут и отменяют заказ Притом подача была сверх большая 8 километров Мы проехали 5 километров 5 километров доехали до заказа Это синдром экономщиков Кстати, мне вчера пиндюрили единицу Непонятно за что Если честно, наверное Опять у нас тупые отписки от команды поддержки Потом, думаю, мы с вами все-таки попробуем дозвониться Узнать, что же не устроило поездки Значит так, урожайная 40 Давайте мы с вами едем Доплата у нас 30 рублей Подача 2 минуты И заодно пообщаемся с ребятами с Адлером Посмотрим, что у них такого хорошего До подачи у нас 2 минуты Хотя, блин Значит так, это у нас Что у нас урожайная 40 Посмотрите, что это у нас такое Ну, нам желательно С заказом сорваться в Сочи Это первое Опять же, здесь мы с вами не ставим Приоритет, комфорт Ставим эконом Вчера у меня стоял эконом и комфорт И у меня вчера ни одного заказа Не было комфорта Ни одного заказа Я вам серьезно говорю Ни одного заказа не было комфорта Вот бывает Хотя сейчас суббота вроде Должны были там люди гулять Там еще что-нибудь Но по итогу не получилось Ну а мы с вами что Давайте посмотрим Это у нас урожайная Мы, кстати, находимся Улица урожайная Вот это у нас веселая Вот где мы сейчас находимся А вот уже по другую сторону Это уже дорога Относится к федеральной территории Сириус Вот И получается, если вам хочется Дать законное жилье Непосредственно Чтобы была прописка Так называемого Сириуса То вам надо брать Жилой комплекс урожайный И за это вы должны Переплачивать Бешеные деньги Потому что урожайный Он своих денег Не стоит Ну что У нас где-то показано Что где-то здесь должно быть Но пока Мы здесь Никого не видим Даже Где тут у нас должно быть Непонятно, да? Куда вызывает Как вызывает Непонятно Значит так В общем У нас Село Нижняя Шиловка Должны были ехать С вами на Каспийскую Это было эконом А сейчас у нас получается Давайте посмотрим Сейчас у нас Получается Урожай на улице 40 И должны мы с вами ехать На личный эконом Не, ну здесь тоже бесполезно Семлянская 1 Нижняя Медицинская бухта Алло Доброе утро А вы где? Я стою, вас жду Ну я стою, тоже вас жду Где точку поставили Там я не нахожусь Ну где точку поставила Там и стою Напротив А вы вообще Где? Я вообще вас на территории не вижу Чтоб подойти В смысле на территорию? На территорию чего? Ну по адресу Вообще нигде я вас не вижу Ну как вы не видите? Вдоль дороги я стою У вас же адрес урожайной 40 Правильно же? Да, вот я стою Вот здесь вот стою Я вас не вижу Я даже не знаю Прямо на дороге стою Ну я ж тоже на дороге стоял Сейчас я развернулся Посмотрю Развернулся в сторону Абхазии Ну И где вы стоите? Я нигде вас не вижу Вот она, я на дороге стою Ну вот я там и стоял Теперь переходите через дорогу А, ну Все, вижу, сейчас подойдем Урожайная 40, то не там Ну вы там и не стояли Не, не хочу я, если честно Не хочу С такими Или стоял Не, не хочу Это сейчас опять будет низкая оценка Не, не хочу Пошли бы они в жопу такие Вовремя не выходят А потом получается еще и А я должен стоять на перекрестке Нет, спасибо Спасибо Мы как-нибудь без Пускай отменяют заказ Это наглые женщины Потом ты получишь низкую оценку За 200 рублей Ты потом берешь и будешь получать меньше заказов Поэтому мы не будем Надо делать акцент Давайте мы лучше отсюда постараемся выехать Это проклятое место Вот действительно здесь люди непонятные Люди непонятные Они вот вызывают, да, там сплошная линия Ты понимаешь, что ты нигде там не остановишься Ты станешь так, что ты заблокируешься Да, если ты вызвал такси Будь добр, да, будь добр Ты возьми и Хотя бы выйти, да, там Хотя бы А так получается Ты должен стоять Заблокировать Там сплошная линия Ну это безалаберное Безалаберное Поэтому мне проще Вот этот заказ стоит 200 рублей Мне проще Этот заказ не взять Чем Чем себе нервы трепать Значит так Сейчас мы с вами тут пройдемся Чуть-чуть Давайте мы пройдемся в сторону центра Адлера Потому что здесь Это, говорю Вот это веселое Мне вот Я из-за чего не хочу здесь жить Здесь Ну люди такие Ну в кавычках интересные А я не люблю с интересными людьми жить Я жил в мелодии леса Хватило за глаза Поэтому я бы, например, в этой локации Вот в этой стороне, да Никак в жизни бы не жил бы Один в поле воин В поле один Тем более там у нее наличный расчет За отмену там ничего с нее Никаких штрафных санкций Ничего Не будут Поэтому в этом отношении Я думаю, что Все довольно-таки хорошо Вот заказ отменен Вот все Потому что если бы была у нее Безналичная плата То как бы Мне пришлось бы И опять она заставляет Ехать Обеда заставляет ехать Веселая Вот здесь показано место для разворота Я удивляюсь Почему здесь показано место для места Да, прямо здесь показано Потому что здесь У нас А, здесь прерывистая линия Все Оказывается, здесь можно развернуться На законах основания Даже Яндекс показывает Прикольно Ну что Едем мы с вами Едем мы с вами Село Веселое Коломенский переулок 5 Только вот уехали Да, и опять Не знаю Хочется поймать, конечно Заказ до Сочи Я не могу Вот в Адлере У меня, взять Я не люблю Адлер Адлер не любит меня Но это Люди попадаются Соответствующие Да, у нас получается Второй заказ И два заказа Мы не выполнили Только тратим свое время И здесь тоже Такие подачи Понимаете Вот в Адлере Подачи такие Длинные 3,8 километра Было по 4,5 километра Подачи Вы понимаете 4,5 километра Была подача Но куда такие Если в Сочи Там подача Максимум километра Там полтора Ну два бывает Но здесь Вы извините Такие подачи Опять же Бестолковые светофоры Нафига они ночью Вот эти светофоры Вот зачем Вот то мне скажет Не, реально Надо было доехать До центра Адлера Что-то Не выдержал И поехал на красный Даже Даже Посмотрим Если здесь тоже Сейчас еще один Такой же заказ Интересный Да То мы конечно же Отсюда просто Порожняком Поедем В сторону Сочи В сторону Сочи Сейчас может было Больше Поинтереснее Людьми пообщаться О Для нас зеленый Представляете Еще 2,7 километра Ехать 2,7 километра С чего бы это Обалдеть Да 2,7 километра О Собака Даже Пешеход на переход Переходит Вот Собаки Здесь умнее Чем люди Самое Хорошо Знаете Когда работает В дождь В Сочи Потому что В Сочи В дождь Никто не выеживается Все нормальные Смирные А эти Вот такие Вот У меня вчера тоже Был 30 дней Заказ И Хоп Кто-то там взялся Я поставил единицу За что поставил единицу Никому не понятно Опять нам в эту сторону ехать Посмотрим Отменит заказ Или не отменит Если отменяет заказ То мы прям сразу Прям едем в сторону Сочи И забиваем на это Адвер Тут веселый Тут даже почти Не веселый Это почти Я так скажу Шиловка Да На подаче написано Еще 14 минут Да что Хотел сказать Что 14 минут Я буду ждать Что ли А так оно и есть 14 минут И буду ждать Ну в крайнем случае Мы возьмем И поедем Просто-напросто В сторону Сочи Мы возьмем Позвоним Люди если выйдут Хорошо Не выйдут Все Идут Опа Потому что Нам показывают До подачи 14 минут Что такое До подачи 14 минут 14 минут Это так у нас Рисуют алгоритмы Яндекса И соответственно Ты если приехал раньше Ты берешь 14 минут Ждешь Потом ты еще ждешь 10 минут И тогда ты можешь Только отменить заказ Чтобы у тебя не было Штрафных баллов Прикольно Такая система Тупая Но здесь Предводительный заказ Они не могут делать Здесь нет такой опции Сейчас Чтобы сделали Предводительный заказ Значит так Все Мы с вами Нажимаем Волшебную кнопку Что мы Заказ отменен Обалдеть Заказ отменен Представляете себе Заказ отменен Тот заказ был отменен Нам дали другой заказ Вы понимаете А вы еще говорите Это реально Как бы Дичь Дичь Обалдеть Заказ был тот Отменен На который мы с вами ехали На который мы доехали До конца Мы доехали И заказ отменен Представляете Сколько мы проехали Мы ехали 6 километров До заказа Не Не Наверное Надо Сваливать Нахрен отсюда Здесь Реально Одни Свиньи Красота Это 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 называется Местная Национальная Ашотская езда Он просто взял Вот так вот Кинул Ему Насрать На всех остальных Хотя Сбоку есть места Да Ему Насрать Это Адлер Ребят Это Адлер С Ашотскими Правилами Понимаете Вот Как бы Вот Еще Вы спрашиваете Почему Недолюбливаю Адлер А за что Любить Адлер За что Любить Мы сейчас Мотаемся Как дебил Сколько мы Намотали Туда обратно Туда обратно Да Сколько мы С вами Наездили Кто мне скажет Это Специфика Адлера Мы приехали На точку У нас Отменился Заказ Поэтому Я сейчас Тоже могу Сейчас я Посмотрю Если вдруг Что-то не понравилось Заказ Тоже буду Отменять Потому что Как бы Ну-ка Куда у нас Поселок Сириус Таблическая Улица 3А Сколько У нас Будет Заказ Стоит Короче У нас Был Отменен Заказ Он Был До Урожайной 41 Ничего страшного А здесь У нас 301 рубль А Это Комфорт Нифига Себе Комфорт Вот Это Да В Адлере Еще и Комфорт Пришел Серьезно Те все были Экономы Те все были Экономы Нифига Себе Но я же Говорю В комфорте Другие люди Они У них Есть такое Понятие Как Уважение У них Есть такое Понятие Как Уважение Давайте Здесь Развернем Понимаете Все Экономы Вот Здесь Хоть В Адлере Хоть Эконом Отключай Лучше Лишний Раз Ничего И не Делай Короткий Переулок 4 2 Непонятно Короткий Переулок 6 Короткий Переулок 6 За Утром Здравствуйте 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 Я вас поздравляю Спасибо Вы меня спрашиваете С чем Вы первая Из шести Заказов Которые В Адлере Которые Вышли И решили Проехать А все остальные Ты едешь На подачу 6 километров Они потом Уберут Это меняет заказ Когда ты подъезжаешь Поэтому вы первая С кем мы даже Доедем До Сириуса Очень странно На самом деле Я сам Больные люди Отвечаю Как так можно То на Шиловку Приехал Кто там На короткий Переулок Другой Приехал Вот если Посмотреть Историю Заказов Да Вот Село Веселое Коломенский Переулок 5 Отменен Ладно Село Нижняя Шиловка Отменен Село Урожайная Улица 62 Отменен Какой-то там Хлебокомбинат Отменен Вот так вот Так и Работаем Да Я все Я тоже думал Все Потом посмотрел Что вы Вы Потом посмотрел Что вы Да Вроде бы Уходите Во всяком случае У вас человечек Бегал По огороду По геолокации Было показано Вы на работу Вы на работу Вы такая Красивая Только на работу Я вот Например Сочи Разводил Уже с утра Уже С работы Ехали Девочки А что За работа Семь утра Магазин Магазин Работает Семь утра Серьезно Что ли Да Что за магазин Такой В семь утра Ни водки Не продашь Ни хлебушка Хлебушка Нельзя Нет водки Но хлеб еще Можно А что Есть у вас Пиво Пиво Як Як Слышали Как москали Наше пиво Назвает Пиво Нет А зачем Семь утра Чтобы работал магазин Не знаю Наш начальство Считает Что надо И что У вас есть Статистика Семь утра Есть люди Ну просто Мне самое интересное Они приходят Бывают Даже еще 6.50 Семь утра Семь утра Прикольно И что вы с вами покупают Продукты Иногда кофе А у вас и кофе машины Да Прям такая настоящая Да И вы прям сами делаете Да А кто делает Сама Кнопочка нажала А кнопочку же вы нажимаете Или люди Сама Она тут в общем доступе Ааа В общем доступе Ну не аппаратом Мы засыпаем Достаточно Едем Ну там молоко Свежее Не сухое Вам нравится веселое? Тайон? Да Ну Нормально Пробок хотя бы нет Хотя нет У вас есть пробка Да И чуть позже Выезжать Эта улица мира Вся стоит Да Почему-то Ну Она Где-то В 7.30 Наверное В этом В этом Время стоит До 10 Да Примерно До 10 Да До 10 До 10 Вечера? Да У вас что Паспорт забрали? Нет Ну это же До фига С 7 До 10 Вечера Это же И 15 Обалдеть Вы прям как я В такси работаете Но я же знаю Что это тяжело Люди же не разно бывают Я уже 6 лет так Офигеть 15 часов Обалдеть Окупаться когда? Сюда В 10 В 10 вечера В 10 вечера? Да Ну да ладно А я даже А я даже Как я вспомнил Что за магазинчик Вкус Вилл Блин Вам хороших Классных Адекватных Клиентов Чтобы не задал Обалдеть У меня здесь Справа Можно Увидеть Вот здесь Все Конечно Хорошо Хорошего дня Вам До свидания Это у нас Был Комфорт Опять Двое детки Вы понимаете Здесь такие Подачи Просто Подачи Просто Жесть По 3 Километра Подачи Вы понимаете По 3 Километра Подачи Это же Офигеть Просто Можно Ну как Так То Блин Здесь Реально Как бы Ну ладно Как бы Ты Вот Сейчас Без пробок Без ничего Ты можешь Проехать Такое Расстояние А так Как здесь Днем Работать Что это Улица Худякова 23 Опять Веселая Самом Веселом Работы Как говорится Нет Обалдеть Да Ну давайте Доедем Нет Слушай Надо в Сочи Вырваться Потому что Здесь Это Шляпа Подачи Подачи Длинные Вот сейчас Прям точно Вот уже Сейчас Если отбой Да То прям Мы с вами Прям просто Порожняком Берем И едем В сторону Сочи Либо здесь Просто Сейчас взять И отключить Эконом И только Комфорт А да Наверное так и сделаем Да Попробуем только По комфорту Поработать Потому что Видите Да Как бы здесь Экономщики Что у нас Творят Ну Заметели да Разницу Эконом И комфорт Вот девочка Ехала в комфорте Нормальное Позитивное Все Когда ты Покупаешь себе Дорогие вещи Когда ты Передвивляешься На нормальном Транспорте Когда ты Себя окружаешь Нормальными людьми И ты Становишься Нормальным Автоматически А если Ты там Берешь И там Пытаешься Сэкономить На дошираке Пытаешься Сэкономить На Такси Там Не знаю Там Взываешь себе Эконом Потому что Я говорю Я себе Для интереса Вызвал Эконом Это жесть Солярис Приехал Там Невозможно Было сидеть Там Это все Засалено Все это Машина Вся прокуренная Прям В хлам Просто прокуренная Ну что там говорить Я просто Просто для интереса Посмотрел Да Если бы Водители Все вместе Были организовались Например И только бы Работали по своему Тарифу Например Если комфорт Брали бы только комфорт Если эконом То только эконом Конечно же Люди бы И когда Раз приехала Шушлайка Второй раз Приехала Шушлайка Третий раз Приехала Шушлайка Четвертый раз И они в следующий раз Бы уже Хотели А так вот Если ты вызываешь себе комфорт То в 90% случаев Тебе приедет комфорт плюс Потому что комфорт плюс Ну заказов Не так много Как хотелось бы То же самое Если ты вызываешь эконом То ты можешь быть уверен Что тебе приедет машина Наверное Из категории комфорт Почему Ну потому что Ну особенно в межсезонье В сезон конечно же Немножко по другому Ну что Посмотрим Для интереса Ваши ставки Господа Ну-ка Ваши ставки Что у нас здесь будет Не забываем Это все еще Адлер Куда нам на ехать В поселок Городской Округ Сочи Аэропорт Сочи Имени Севастьянова О Это нормально Это нормально Вот это уже Хорошо Но опять же Поедем за копейки Поедем с вами За копейки Ну в аэропорт Надеюсь У людей Ума хватит Поехать Куда мы с вами Приехали Да Давайте посмотрим Что у нас Заказ Значит так Это у нас Летейший эконом Но цена Заказа уже 518 рублей Мелочь Как говорится Но приятная мелочь Улица Худякова 23 что ли Или у нас Какая улица Да Это Худякова 23 Сейчас Надо здесь Как-то нам Развернуться На какой У нас Подъезд Просто Сочи Худякова 23 Да Давайте Мы сейчас Здесь Развернемся Потому что Есть золотое Правило Как приехал Так И уехал Ну Судя по тому Что Вот такой дом Да Здесь Скорее всего Выйдут Сейчас Местные Потому что Не местные Конечно же У нас Ну Вряд ли Кто-то Остановится В такой Шляпе Кстати Здесь Спереди Находится У нас Сотая школа Она Еще Называется У нас Премьер Классная Школа Все Красиво Новое Современное Но Есть Нюанс Ребят Она Даже В топ 10 Не Входит Ни одна Адлеровская Школа Не Входит Даже В топ 10 Краснодарского Края Хотя Сочинские Набытки Даже Дагомысская Входит Почему Ну Наверное Здесь Принципы Другие Может Потому что Сами По себе Люди Как мы С вами Уже Замечали Не знаю Почему Вот Почему Вот Именно Здесь Вроде Все Условия Созданы Но Толку Нет Здравствуйте Здравствуйте Пока Тебя Да В аэропорт Да Там Не доезжает Чуть На территории Аэропорта Туда Мы слушаем Я Уже Тоже Думал Будет Отмена Думаю Все Презотовилось Почему Да Я Не знаю Здесь Проклятое Место Веселое Приезжаешь На точку Отменяет Приезжаешь На точку Отменяет Приезжаешь На точку Отменяет И подача По 6 Км Думаю Ну Как Так Думаю Нифигасе Думаю Уже Собрался Порожняком В Сочи Ехать Нет Я здесь Прямо Быстро Приезжаю Так Нет Я быстро Доезжаю Я же Раненый Другие Случай Бывает Так Получается Четыре Отказа Подряд Хотя Я до них Ехал По 6 По 7 Км Представляете Себе Подача 6-7 Км Ну Ничего Страшного Бывает Сейчас После Аэропорта Постараемся Куда Ни Ехать Вы На Аэропорте Работались Да Мне на служебную парковку Надо доехать Ну Вы там Лучше Покажете Мне там Да Да Конечно Потому Что Я еще Ни разу У меня Не дал заказ Не был На служебную парковку Хоть буду знать Где там Она Знаю Где Таксистская Парковка Вот Это Рядом С ней Не 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 Езжать В основные Шнагламы А Не Доезжать Чуть Право Спуст Там А Ну Знаю С правой Стороны Такое Узкая Узкая Дорога Такая Узкая Узкая Что у нас Получается Двое Детей Заявление Взяли А Что Какие Сообщения Ничего В чем Продолжение Почему У нее Казус Детей Вот Нормально Рассказывай Мне Сейчас Нужно Все Объяснять Детей Ничего Продолжение Как Ты Продолжение Потом Вызов Вызов Наряда Полиции Что Дальше Хорошо Наряд Полиции Вызывали Что Дальше Продолжение Что Дальше Продолжение следует... 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 Мы здесь с вами берем и завершаем Опаньки Все Поездка к карте И теперь мы с вами заезжаем в синюю зону Заезжаем с вами в синюю зону Посмотрим сколько там человек Если там небольшая очередь То мы с вами Будем А если много, то все Опять же заказ Сейчас я включу все таки у нас Чтобы не отображалась Конечная точка Потому что хочу я все таки уехать в Сочи Потому что здесь Ну мягко говоря не то Не то пальто Смотрите вот сюда мы с вами едем Я раньше по неопытности выезжал Потому что был такой проводник дебильный А сейчас оказывается все гораздо проще Ты берешь Вот так вот сюда едешь Это у нас по-сочински останавливается Водитель Такси Улица Ульянова Ребят Идите вы все в жопу Идите вы все в жопу Мы что просто так приехали Пропустить Не надо нам Мы будем ждать своего заказа Мы сейчас находимся с вами на ЖД вокзале Зачем нам приходят О блин Здесь я немножко неправильно сделал Не там повернул Ладно По-сочински Значит так машина здесь есть Машина есть Сейчас мы с вами заедем в ту самую линию И попробуем посмотреть Что же у нас здесь такого Сколько здесь машин Машины дофигаще Машин стоит дофига Но не так много Надо посмотреть Что у нас есть Все Все Завершить Вы в очереди Ну и так Комфорт 21-25 место Эконом 26-30 место Все Теперь мы с вами Делаем паузу Ребят И Наверное Ну-ка Давайте попробуем посмотреть Ну-ка Вчера взял блинчики Табло Аэропорт Сочи Ну-ка Значит так Все Табло Табло Отправление Прибытие Ну-ка Давайте посмотрим Прилет Значит так Вот такое Вот такое у нас Получилось Утро Мощнейшее утро Получилось Пока Ребята Ребята Продолжение следует... Продолжение следует...